РАДИО СВОБОДА Здравствуйте, Семен. Я прошу вас рассказать об этом фильме и об этом режиссере. Тони Гатлифа из «Гнаники» премии жюри получили еще два французских фильма «Чистая» Оливье Осаяса и, как на картинке, Аньес Жауи и Жанна Пьера Бакри. Но прежде, ибо вы об этом и просили, Иван, в двух словах о содержании или о сути фильма Тони Гатлифа. Итак, молодая пара Зано и Наима живут в бетонном блоке парижского пригорода. Пригород серый, заурядный, нормальная жизнь маленьких людей. Но молодому Зано не сидится на месте. Он решил во что бы то ни стало посетить землю предков, которую он покинул в возрасте 12 лет. Но воспоминания о которой не дают ему покоя. Земля предков — это Алжир, где, кстати, 56 лет тому назад родился сам Тони Гатлиф. Режиссер родился в семье алжирских цыган. Такое вот необычное происхождение. И здесь начинается действие фильма, чем-то, кстати, напоминающего классический роуд-муви. Помните фильм странствий американского кино 60-х годов? Зано и Наима едут из Франции в Испанию, потом пароходом в Марокко и оттуда в Алжир, на родину предков. Цель достигнута. Какой ценой для ответа на этот вопрос надо посмотреть фильм? А теперь к вашему следующему вопросу. Как французская критика отнеслась к фильму Тони Гатлифа? Реакцию я назвал бы кисло-сладкой. Так кинокритик газеты МОНТ Тома Сотинель пишет, фильм «Изгнальники» напоминает путеводитель до туристов, в котором после номера «Фламенко» в ночном клубе «Севили» следует музыкальный номер членов секты суфийских мусульман, играющих на заднем сидении автобуса, едущего по дорогам Марокко. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Программа впервые прозвучала 23 мая 2004 года. «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Итоги Каннского фестиваля. Наш разговор сегодня пойдет о двухнедельном киношоу, которое в 57-й раз проходило на Лазурном берегу Франции. В программе принимают участие эксперты, кинокритики Андрей Плахов и Лев Карахан, а также наши корреспонденты в Париже, Нью-Йорке и Москве. Начинаем программу. Вот итоги голосования жюри. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Фаренгейт 9.11» Майкла Мура. Кроме того, этот фильм получил и награду кинокритиков ФИПРЭСИ. Гран-при фестиваля присужден картине «Старик» корейского режиссера Пака Чанука. Это второй по значимости приз фестиваля. Лучшим актером назван японец Егиро Уюе. За его роль в фильме «Никто не знает». А лучшей актрисой признана китаянка Мэгги Чун. Фильм «Чистая». Лучший режиссер этого года француз Тони Гатлев за картину «Изгнанники». Приз за лучший сценарий достался французам Аньес Жауи и Жан-Пьеру Бакри за фильм «Как на картинке». «Золотая камера» была присуждена израильской ленте с пропалестинским направлением «Мое сокровище» и режиссеру Керен Едае. Жюри короткометражных фильмов присудила главный приз 15-минутной картине «Трафик» румынского режиссера Каталина Митулеску. Специальный приз жюри присужден фантастическому фильму «Тропическая лихорадка» Тайландского режиссера Апичат Понга Верасет Хакула и актрисе Ирме Холл за роль в фильме «Леди-убийцы». Ну вот, а теперь пора предоставить слово нашим экспертам. Позвольте обратиться к первому из них, к кинокритику Льву Карахану, который находится на прямой телефонной связи в Каннах. Расскажите, пожалуйста, как прошла вчерашняя церемония? Лев, пожалуйста, вам слово. Я думаю, что она прошла, как обычно, в том смысле, что публика, в общем, обсуждала достаточно горячо результаты голосования жюри. И, как всегда, было достаточно много недовольных. Не все были рады решению, потому что оно показалось слишком политическим. Я имею в виду присуждение пальмовой ветви Майкла Муру. Но, тем не менее, я думаю, что оно последовательное в основном, в основных своих позициях. Поэтому его можно принимать или не принимать, но оно существует как данность и достаточно, так сказать, аргументированное внутренне. Андрей Плахов, ваши впечатления от торжественной церемонии, пожалуйста. На протяжении последних 15 лет я еще не видел подобной церемонии, настолько политизированной, настолько прошедшей на одном дыхании. Причем началось это еще тогда, когда Никита Михалков, председатель жюри Синифондационов короткометражного конкурса, вручил приз молодому режиссеру Йонасу Гернерту, который произнес совершенно беспрецедентную речь для дебютанта на сцене Каннского фестиваля. Во-первых, он призвал к тому, чтобы фестиваль стал, наконец, фестивалем искусства, а не бизнеса. А во-вторых, сказал, что независимо от того, получит ли фильм Майкла Мора приз на фестивале, он призывает всех, кто видит эту церемонию, в США не голосовать за Джорджа Буша. Это сразу задало очень такой политизированный настрой церемонии закрытия, потому что буквально через 2 минуты этого молодого парня поддержал известный актер Тим Рот, председатель жюри «Золотая камера». После этого выступала израильская режиссер, получившая как раз приз «Золотая камера» Керен Едай. Она тоже выступала с весьма такой политической, социально ангажированной речью о тех, кто живет в рабстве и против тех, кто за это отвечает и так далее. Все это в итоге пришло как к кодик награждению фильма Майкла Мора к произнесенным речью и к овации, устроенной залом. В общем-то, это был действительно апофеоз всей атмосферы фестиваля, которая на протяжении 12 дней шла через забастовки, протесты, различного рода политические акции. И в этом смысле, конечно, фестиваль был уникальный, ничего подобного, я думаю, в Кане не видели, начиная с 1968 года. — Андрей, я хотел попросить вас немножко рассказать вот об этих двух неделях, о том, с чем были связаны эти забастовки, эти протесты. Имело ли это отношение вот ко всей той атмосфере антиамериканизма, которую мы наблюдали на фестивале? Или там решались и свои локальные, там, профессиональные или, скажем, местные французские проблемы? — Да, разумеется, это были протесты совершенно разного рода. Во-первых, началось это с того, что было непонятно, вообще откроется ли фестиваль. Перед фестивалем ходили упорные слухи, это были не просто слухи, а действительно акции протеста, которые предпринимали французские профсоюзы, профсоюзы работников культуры, которые не работают в штате, а по временному трудоустройству. Это и актеры, и технические работники, которые уже таким образом сорвали Авеньонский театральный фестиваль, вручение театральной премии «Мольер», выступили также на призы Сезар кинематографическом, отключили микрофоны. В общем, целый ряд таких акций. И, в общем, была достаточно серьезная угроза того, что иканский фестиваль может быть подвергнут этой опасности, и даже забастовщики блокировали фильмы, которые из Парижа должны были быть доставлены, копии фильмов должны были быть доставлены в Канн, в железнодорожном депо. Но, в конце концов, с забастовщиками договорились, им дали возможность высказать свои требования, свои идеи, как-то там немножко на периферии фестиваля, но даже, в общем, на Каннской лестнице, не в самом зале, но при входе в зал, во время церемонии открытия. Конфликт урегулировался, и фестиваль продолжался. Однако, все-таки было сорвано несколько просмотров на кинорынке, в кинотеатре «Стар». Туда зашли забастовщики, те, кто организовывали просмотры, вступили с ними в перепалку, а потом и в драку. В результате всех этих инцидентов 11 человек было ранено, 7 человек было арестовано, полиция вынуждена была извиняться. То есть, это были довольно такие заметные, серьезные конфликты. К этому прибавились другого рода конфликты. И протесты, во-первых, забастовали работники гостиничной сферы, то есть крупнейших гостиниц «Калтон» и «Маджестик». Они шли по улицам, выдвигали свои требования по улучшению социальных условий, заработной платы и так далее. Были просто какие-то анархистские отдельные выступления и демонстрации, которые тоже против сильных мира всего, против властей мощных, против богатых, против знаменитостей и так далее. И все это соединилось в некую картину протестующего Канны, что, конечно, очень странно монтировалось с теми светскими развлекательными ритуалами, которые все равно продолжались. То есть, существовало и то, и другое. Что касается антиамериканизма, то я думаю, что, конечно, это явление существует и в Европе, и во Франции. Но мне кажется, что тут больше следует говорить не об антиамериканизме, а о конкретном недовольстве политиками. Это касается, в общем-то, и европейских политиков отчасти. Недовольствие, вот, опять же, власти мощными, недовольствие такой довольно неуклюжей борьбой с терроризмом, и прежде всего, конечно, недовольство войной в Ираке. И в этом смысле внешняя политика Буша, безусловно, здесь подвергается очень серьезной критике. Мой следующий вопрос к Льву Карахану. Лев, как вы могли бы охарактеризовать тенденции развития мирового кино в последнее время? Вот на примере Каннского фестиваля, и, по-моему, особо обращает на себя внимание успех дальневосточных режиссеров, актеров и вообще кинопродукции. Пожалуйста, вам слово. Вы знаете, эта тенденция как бы существовала давно, и маленькие фестивали всегда проявляли интерес к восточному кино, к небольшим кинематографиям. Это хорошо известно. Сейчас к такому широкому мировому контексту обратился и Каннский фестиваль, что вот упомянутый Андреем, американский режиссер, который выступил с такой политизированной речью, который получил приз в Синефундасьон, он отметил и это, что Канн меняется, и это отрадно. То есть есть определенная генерация, молодая прежде всего, которая ориентирована на восприятие такого кинематографа, и то, что Канн поворачивается к кинематографу большого мира, воспринимается позитивно. Но при этом Канн, как мне кажется, чувствует эту опасность, что он теряет масштаб, который всегда был присущ Каннскому фестивалю, и имеет такую, так сказать, опасность уйти в сторону кинематографа малых форм и малых идей, этнических, как правило, которые имеют узконаправленный региональный адрес, которые не выходят на большой масштаб, которые не связаны с антологией, с большими проблемами, как говорил когда-то Пастернак, вопросами жизни и смерти впрямую. Они часто лежат в плоскости таких либо социальных, таких острых социальных проблем, либо проблем психологических, связанных с каким-то конкретным контекстом. Вот чувствуя эту опасность, так сказать, локализации некоторых кинематографических явлений, Канн старается сбалансировать контекст. И поэтому наряду с картинами нового типа, которые допущены в большую Каннскую программу, которые раньше были в особом взгляде в двухнедельнике режиссеров, они сейчас активно проникают в большой Каннский конкурс. Но для того, чтобы сбалансировать эти малые формы, как бы частный взгляд на мир, множественность подходов к действительности, Канн гораздо больше пускает сейчас свою программу коммерческого, большого коммерческого кино, как правило, американского. То есть вот этот баланс антиглобализма и глобализма в результате выливается в то, что наряду с картинами, которые не могли попасть в Каннский конкурс, как, скажем, изгнанники Тони Гатлифа или Гатлифа, они должны впускать огромное количество картин большого американского кино. И в этом смысле целая группа картин американских представляет такой жанр с большой буквы. Это и Шрек, анимация американская Шрек 2. Это и картина братьев Коэнов Леди Киллэрс. Это такая картина очень жанровая, такая скорее в духе английской комедии, бродвейской такой английской комедии, потому что в другом фильме этой же программы тоже пример такого большого американского кино «Жизнь и смерть» Питера Селлерса упоминается о том, что он когда-то играл в этой комедии на бродвее. То есть возникают как бы два полюса в Каннском конкурсе, и эти две тенденции пытаются программисты Каннские, Тири Фримон прежде всего, который сейчас принял эстафету от Жили Жакоба, сбалансировать и соединить в нечто целое. Но все равно ощущение компромисса внутри этой программы, ощущение нестыковки глобализма и антиглобализма в одном пространстве, оно все равно существует. Но это, видимо, тот компромисс, в котором мы вообще живем сегодня. И это отражение той реальности, которая нас окружает. И в этом смысле это, видимо, адекватное решение на сегодняшний день, которое принято руководством Каннского фестиваля по оценке того, что происходит в кинематографе и в мире. Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Итоги Каннского фестиваля. Наш разговор сегодня идет о двухнедельном киношоу, которое в 57-й раз проходило на Лазурном берегу Франции. В программе нашей принимают участие эксперты кинокритики Андрей Плахов и Лев Карахан по телефону Искан, а также наши корреспонденты в разных странах мира. Продолжаем программу. Как мы уже рассказывали, лучшим режиссером этого года признан на Каннском фестивале Тони Гатлев за картину «Изгнанники». У нас сейчас на связи по телефону наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Здравствуйте, Семен. Я прошу вас рассказать об этом фильме и об этом режиссере. Добрый день, Иван. Реакция французских кинокритиков на фильмы Тони Гатлева, я бы сказал, стоит под знаком двойственности. С одной стороны, здесь, конечно, налицо гордость, понятная гордость за несомненный успех французского кино. Один критик написал так. «Гальский петух прокукарекал целых три раза». Ведь кроме фильма Тони Гатлева «Изгнанники», премии жюри получили еще два французских фильма. «Чистая» Оливье Асаяса и, как на картинке, «Аньес Жауи» и «Жанна-Пьера Бакри». Но прежде, ибо вы об этом и просили, Иван, в двух словах о содержании или о сути фильма Тони Гатлева. Итак, молодая пара, Зано и Наима, живут в бетонном блоке парижского пригорода. Пригород серый, заурядный, нормальная жизнь маленьких людей. Но молодому Зано не сидится на месте. Он решил во что бы то ни стало посетить землю предков, которую он покинул в возрасте 12 лет. Но воспоминания которой не дают ему покоя. Земля предков — это Алжир, где, кстати, 56 лет тому назад родился сам Тони Гатлев. Режиссер родился в семье алжирских цыган. Такое вот необычное происхождение. И здесь начинается действие фильма, чем-то, кстати, напоминающего классический роуд-муви. Помните фильм странствий американского кино 60-х годов? Зано и Наима едут из Франции в Испанию, потом пароходом в Марокко и оттуда в Алжир на родину предков. Цель достигнута. Какой ценой для ответа на этот вопрос надо посмотреть фильм? А теперь к вашему следующему вопросу. Как французская критика отнеслась к фильму Тони Гатлева? Реакцию я назвал бы кисло-сладкой. Так кинокритик газеты «Монт» Тома Соттенель пишет. Фильм «Изгнанники» напоминает путеводитель до туристов, в котором после номера «Фламенко» в ночном клубе «Севиле» следует музыкальный номер членов секты суфийских мусульман, играющих на заднем сидении автобуса, едущего по дорогам Марокко. Не лучшего мнения о фильме и Мари Ноэль Траншон, постоянный критик газеты «Сигаро». Итак, она пишет. «Путешествие «Изгнанников» грешит длиннотами. В фильме много провисаний и слабых мест. Но он, впрочем, не лишен шарма. А кинобозреватель интернет-сайта «Алло Сине», сидевший в зале Каннского фестиваля во время показа «Изгнанников», описывает атмосферу. Очень забавная картинка. Мой сосед справа, которому явно было скучно, стучал по клавишам своего сотового телефона, посылая письменные сообщения. Сосед слева без конца вздыхал и поглядывал на часы. Зритель, сидевший за мной, без конца стучал коленом в спинку моего кресла, ну а тот, кто сидел передо мной, постепенно исчез из поля зрения. Он вначале склонил голову, потом съехал на кресле вниз и в конечном итоге уснул. Такая вот критика и такие картинки, со всей неумолимостью ставящие вопрос, почему именно фильм Тони Гатлифа, имеющий столько слабостей, получил премию за режиссеру Каннского кинофестиваля. Ответ на этот вопрос, как мне кажется, уже дали наши профессиональные кинокритики, прозвучавшие в прямом эфире до меня. И на этот вопрос могут еще лучше ответить знатоки закулисных игр кинофестиваля. Мне лично, очевидно, представляется один момент, и на нем я, если позволите, остановлюсь. Председателю жюри Квентину Тарантино было важно дать премию фильму, не принадлежащему к так называемому мейнстриму. В этом отношении фильм Тони Гатлифа был выбран просто идеальным. Премию за лучшую режиссеру получил маргинал из маргиналов. Моральный и политический резон такого выбора очевиден. А правда ли он с эстетической точки зрения, это, разумеется, вопрос другой. Иван? — Спасибо, Семен. А вы не могли бы пояснить, в чем, собственно, маргинальность, из маргинальности французского режиссера Тони Гатлифа? — Маргинальность заключается в том, что, ну, скажем, сам факт происхождения. Тони Гатлиф, как я уже сказал, по-моему, алжирский цыган. А его фильмы, в том числе, фильмы его, ну, прославившие более-менее во Франции, это трилогия, посвященная жизни европейских цыган. Причем самым известным фильмом из этой трилогии это фильм, который называется «Гаджо-дело». В дословном переводе «безумный» или «сумасшедший чужак». «Гаджо» — это на цыганском языке «любой человек, не являющийся цыганом». И, значит, в своих интервью Тони Гатлиф много раз говорил о том, что он, являясь цыганом, будучи горд своей принадлежностью именно к этому кочевому и столь много в истории преследовавшемуся народу, решил воздвигнуть монумент. Монумент народу, который, как мы знаем, не имеет важных памятников письменной культуры, народ кочевой по определению, цыгане. Вот. И он, значит, его фильмы — это, ну, как бы рукотворные памятники цыганской культуре. Когда такой фильм, вот как «Изгнальники», о которых мы говорим, где вообще, как бы, пафос фильма — это поиски корней кочевого народа, народа по определению, как бы, корней не имеющего. Путь ведет, как я уже сказал, из Франции через Испанию и Марокко в Алжер. Согласитесь, что есть в этом момент маргинальности. И вот именно это я хотел сказать, Иван. Спасибо большое. У нас на связи был из Парижа наш корреспондент Семен Мирский. Радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. Итоги Каннского фестиваля. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска. Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение. Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же. Побольше настойчиво, все упорство, достижение своих целей, стабильность. Люди почувствовали поддержку нашего государства, верили в него. Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов фарварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это. России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет. Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше. Радио Свобода. Оставайтесь свободными. В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров, в прямом эфире. Андрей Плахов, вот очень интересный вопрос. Действительно, как быть с российским кино? Почему оно в этом году не представлено на Каннском кинофестивале? Прежде всего скажу, что это не так. Наше кино представлено в Каннском фестивале. Не надо путать конкурс. Не было российского фильма в конкурсе. Но конкурс состоит из 18 фильмов. В мире огромное количество знаменитых, выдающихся режиссеров, очень развитых кинематографий, помимо России. Поэтому не каждый год это происходит. Последний год это всегда почти происходило. В конкурсах вы довольно успешно участвовали в фильмы. Никиты Михалкова, Александра Сокорова несколько раз он участвовал, Павла Лунгина и других наших режиссеров. Так что говорить о какой-то дискриминации или о каком-то уж особо ужасающе низком уровне нашего кино нет никаких оснований. В этом году, ну, вы знаете, что был огромный успех фильма «Возвращение», дебютного фильма Андрея Звягинца в прошлом году в Венеции. Это был гран-при. То есть не гран-при, а вообще самый главный приз Венеции, «Золотой лев». Но, к сожалению, к данному моменту такой выдающейся картины в России не было. По крайней мере, я такой картины не знаю. Может быть, только из совсем новых, которые еще не совсем завершены. Что-то появится в ближайшее время, мы на это надеемся. Но такого сказать, что, например, появился шедевр в российском кино, а его, видите ли, не взяли в Канн, в конкурс, у меня абсолютно нет никаких данных для этого. Но, тем не менее, русские фильмы и русское кино было представлено на Каннском фестивале. Оно было представлено, во-первых, в официальной программе, но вне конкурса. Фильм, который и не мог участвовать в конкурсе, потому что этот фильм идет меньше часа, 52 минуты, по-моему. Фильм Георгия Параджанова под названием «Я умер в детстве» о знаменитом режиссере Сергея Параджанова. Очень интересный фильм, которому было большое внимание здесь приковано. Он показывался в большом зале, так же, как и все фильмы. Режиссер заходил на парадную лестницу, его встречал Жиль Шакоп по руководству фестиваля. В общем, все это было очень солидно и торжественно. Только картина не участвовала в конкурсе, как и многие американские картины, например, «Трое» и так далее. Во-вторых, в программе «Особый взгляд» участвовал фильм Гуки Амаровой под названием «Шиза». Это российско-казахская копродукция, но фактически это можно считать тоже русским фильмом, потому что он снят на русском языке, участвуют тут русские продюсеры, активно Сергей Сильянов и его студия и так далее. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Программа впервые прозвучала 23 мая 2004 года. По микрофону Иван Толстой. Итоги Каннского фестиваля. Разговор о 57-м Каннском ежегодном фестивале, который проходил на Лазорном берегу Франции. Продолжаем программу. Мой вопрос Андрию Плахову в Канне. Андрей, тенденции кинофестиваля. Что показали Канне в этом году? Какие основные направления развития мирового кинематографа? Очень интересный вопрос. Сейчас я сам пытаюсь как-то в нем разобраться. По горячим следам фестиваля. Вот только что я слышал репортаж по поводу фильма Тони Гатлифа «Беженцы» или, как его переводили, «Изгнанники». И хочу немножко это сообщение прокомментировать. Дело в том, что картина это действительно не лишена определенного обаяния. Тони Гатлиф талантливый, своеобразный человек. Но в то же время по уровню режиссуры картина не поднимается до больших высот. И мало того, получила самый низкий критический рейтинг. Надо сказать, что приз режиссуру, традиционно присуждаемый в Кане, это вообще очень странный приз. Я никогда этого не понимал, что это означает, собственно говоря. Если режиссур это столь замечательно, что достойна приза, то, наверное, фильм достоин и главного приза, потому что режиссур это главный фильм, главный компонент. Фильм, он собирает все остальные компоненты. Конечно, никто даже в страшном сне бы не мог себе представить, чтобы фильм Тони Гатлифа получил золотую пальмовую вет, однако приз режиссуру он получил. О чем это говорит? Это, мне кажется, говорит о том, что жюри во главе с Квинтином Тарантино сознательно дистанцировалось от фильмов действительных мастеров, классиков, режиссеров высочайшего уровня. Ничего не получил абсолютно в конкурсе Эмир Кустурица с одним из лучших своих фильмов «Жизнь чудесна». Да, я согласен с критиками фильма в том, что эта картина, это как бы уже известный фильм Кустурицы, он очень напоминает его предыдущие фильмы, в нем те же приемы, та же эстетика, в общем-то похожий сюжет, но тем не менее, это настолько великолепно сделанная картина, что вот просто ее не заметить, это просто, это значит, что это демонстративный жест. Это не потому, что ее, вот, то есть, вернее, ей могли бы дать, вероятно, какой-то приз второстепенный, но ей нужно было либо давать главный приз, либо не давать ничего. Точно то же самое произошло с картиной Вонга Карвая, замечательного китайско-гонконгского режиссера, который привез копию картины в самый последний момент, это создало несколько нервную атмосферу на фестивале, но все-таки фильм был показан, фильм еще по существу не совсем даже закончен, там видны следы еще незавершенной работы, и тем не менее, это совершенно потрясающее произведение, хотя тоже во многом повторяющие, уже известные по его предыдущим фильмам, мотивы Вон Карвая, и даже его поклонники это отметили, тем не менее, фильм, безусловно, по уровню был одним из сильнейших на фестивале, может быть, вот эти два фильма и были сильнейшими, скорее всего, и они не получили абсолютно ничего, и даже картина режиссера Вальтера Салеса бразильского о юности Че Гевары, картина под названием «Дневники мотоциклистов», я лично не поклонник этого фильма, но тем не менее, ради объективности должен признать, что он сделан очень в высшей степени профессионально, уж намного более сильно, так сказать, слаженно по режиссуре, чем картина Тони Гатлифа, и плюс, к тому же, она понравилась многим как раз своей ливизной, тоже некой политической актуальностью, хотя и препарированные таким вот, или отстраненные таким ностальгическим романтическим флером прошлого, вот, но так или иначе, эта картина, вопреки ожиданиям и прогнозам, тоже ровным счетом ничего не получила, и я думаю, что вывод следует сделать следующий, на фестивалях последнего времени, в том числе и в Кане, есть тенденция как бы дистанцироваться вот от работы этих больших выдающихся мастеров, как бы давая понять, что они относятся уже к кинематографу прошлому, к 20 веку, а сейчас нужно дать слово пусть авторам несовершенных картин, но все-таки вот именно картин, в которых есть какое-то свежее дыхание, где проявляются какие-то тенденции вот этого мультикультурализма или антиглобализма, о которых мы уже говорили, дать слово свежим молодым культурам, чтобы сформировалось что-то новое, что представляет собой именно кинематограф 21 века, еще обратите внимание, что практически все, кто награждены в Кане в этом году, это представители либо, ну как сказать, не то, что это меньшинство национальное или расовое, это скорее может быть большинство, но в общем это как бы люди другой расы, так сказать, в кавычках, даже, значит, из фильма Леди Киллорс братьев Коэн награждена негритянская актриса, скажем, три раза пропел гальский петух, как сказали, но пропел-то ведь он по поводу китайской актрисы Мэгги Чун, в фильме «Чистая», по поводу цыгана Тони Гатлифа, и только единственный фильм, который действительно под французский в таком-то изначальном смысле этого слова, это картина «Посмотри на меня» или «Как на картинке», а не заживу и получившая скромный приз за сценарий. Кроме того, Тарантину наградил корейскую картину, фактически все азиатские фильмы, которые были в конкурсе, все получили награды, кроме фильма «Вон Карвая», и «Тропическая лихорадка», таиландская картина, награжденная призом жюри, как видите, вот такая вот, и даже приз за лучшую мужскую роль вручен 12-летнему японскому мальчику из фильма «Никто не знает». Вот в этом смысле действительно фестиваль становится абсолютным, и кинематограф воспринимается как совершенно другой, как кинематограф нового века, мультикультурный, открытый совершенно каким-то новым явлением и тенденциям и территориям. У нас есть звонок нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Изольда из Москвы. Я отвечу на ваш вопрос. Лучший зарубежный фильм это у меня «Джефф и Востер». И вы, пожалуйста, на мой вопрос ответьте. Вот мне нужно внуков-подростков выводить в хорошее кино. Я не могу их найти. Вот, посоветуйте, пожалуйста. Лев Карахан, позвольте переадресовать вам вопрос нашей слушательницы Изольды. Ну, поскольку мы говорим о Каннском фестивале, я думаю, что тут нужно назвать картины, которые имеют смысл посмотреть из Каннского конкурса. В основном эти картины все куплены для российского проката. И я бы посоветовал посмотреть картину, которая с французского переводится как «На картинки». по-английски это звучит «Посмотри на меня», по-моему, более точно по ощущению от этого фильма, потому что речь идет о нем девушке, которая переживает такой внутренний кризис из-за того, что внешний мир оказывается к ней достаточно невнимательным и прохладным. Вот эта картина психологическая и очень точно сделанная, мне кажется, интересная и заслуживающая всяческого внимания, накопленная и, очевидно, скоро появится в нашем прокате. Кстати, продолжая ту мысль, которую высказал Андрей только что, вот картина французская, как это ни странно, казалось бы, представляющая большую заслуженную кинематографию и никак неотделимую от глобального мира, в котором мы все-таки живем, как бы не сильны были антиглобалистские тенденции. Эта картина представляется в новом каннском контексте и среди призеров каннского фестиваля как тоже достаточно региональная и не менее этническая, чем, скажем, картина тайского режиссера. Вот это и есть парадоксы каннского фестиваля. Я, к сожалению, не успел посмотреть фильм Кустурицы, думаю, что вторую его половину досмотрю после нашей передачи, сейчас идут повторы каннских картин, но эта картина также будет в Москве, она куплена, и я думаю, что ее стоит посмотреть. Все-таки для широкого зрителя, я думаю, что наибольший интерес представляют картины не столько намечающие тенденции, это показывает все бокс-офисные рейтинги, а картины, которые все-таки представляют определенное мастерство и уже зрелое кинематографическое такое профессиональное знание, потому что иначе зритель не вступает в контакт с фильмом, и, скажем, картина Тони Гаттлефа, она может быть интересна именно как некий такой, так сказать, поворот кинематографической моды, но она не может быть все-таки интересна для широкого зрителя, я уверен, что в нашем прокате, скажем, она не имеет больших шансов на успех, поэтому, если говорить о том, что советовать, то советовать все-таки смотреть картины, которые являются произведениями искусства в полном смысле этого слова, а не неким знаком на кинематографической карте, на схеме кинематографических тенденций, потому что это скорее для специалистов. Еще один звонок слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, зовут Леонид, я из Москвы. Позвольте вам задать такой, но очень скучный вопрос. Как смотрится из Канн и нашим замечательным корреспондентам в Париже отсутствие российских фильмов. Я заранее могу сказать, что я не верю, если говорится, что будто бы у нас замечательное кино, но оно не воспринимается по меркам Запада. Здесь, видимо, что-то другое. Либо наши режиссеры совершенно никуда не годятся, и опять же, есть какие-то к этому причины, либо, может быть, что-то еще. Заранее благодарю за ответ. Андрей Плахов, вот очень интересный вопрос. Действительно, как быть с российским кино? Почему оно в этом году не представлено на Каннском кинофестивале? Прежде всего, скажу, что это не так. Наше кино представлено в Каннском фестивале, не надо путать конкурс. Не было российского фильма в конкурсе, но конкурс состоит из 18 фильмов. В мире огромное количество знаменитых, выдающихся режиссеров, очень развитых кинематографий, помимо России. Поэтому не каждый год это происходит. Последний год это всегда почти происходило. В конкурсах довольно успешно участвовали в фильмы Никиты Михалкова, Александра Сокорова несколько раз он участвовал, Павла Лунгина и других наших режиссеров. Так что, говорить о какой-то дискриминации или о каком-то уж особо ужасающе низком уровне нашего кино нет никаких оснований. В этом году, ну, вы знаете, что был огромный успех фильма «Возвращение», дебютного фильма Андрея Звягинца в прошлом году в Венеции это был гран-при. То есть не гран-при, а вообще самый главный приз в Венеции «Золотой лев». Но, к сожалению, к данному моменту такой выдающейся картины в России не было. По крайней мере, я такой картины не знаю. Может быть, только из совсем новых, которые еще не совсем завершены. Что-то появится в ближайшее время, мы на это надеемся. Но такого сказать, что, например, появился шедевр в российском кино, а его, видите ли, не взяли в Канн в конкурс, у меня абсолютно нет никаких данных для этого. Но, тем не менее, русские фильмы и русское кино было представлено на Каннском фестивале. Оно было представлено, во-первых, в официальной программе, но вне конкурса, фильмом, который и не мог участвовать в конкурсе, потому что этот фильм идет меньше часа, 52 минуты, по-моему, фильм Георгия Параджанова под названием «Я умер в детстве» о знаменитом режиссере Сергея Параджанова. Очень интересный фильм, которому было большое внимание здесь приковано. Он показывался в большом зале, так же, как и все фильмы. Режиссер заходил на парадную лестницу, его встречал Жиль Шако по руководству фестиваля. В общем, все это было очень солидно и торжественно. Только картина не участвовала в конкурсе, как и многие там американские картины, например, «Трое» и так далее. Во-вторых, в программе «Особый взгляд» участвовал фильм Гуки Амаровой под названием «Шиза». Это российско-казахская копродукция, но фактически это можно считать тоже русским фильмом, потому что он снят на русском языке, участвуют тут русские продюсеры, активно Сергей Сильянов и его студия и так далее. Картина тоже довольно успешно прошла, имела хорошие отклики. Кроме того, в программе «Двухнедельник режиссеров» участвовал фильм «Одзя», тоже подписанный Россией, режиссер Эльдар Бартинев. Еще одна была картина российская «Московский скорый», по-моему, так она называлась, в программе «Неделя критики». То есть практически во всех программах Каннского фестиваля российские фильмы участвовали. Пусть короткометражные фильмы молодых режиссеров, но, собственно говоря, в этом и есть тенденция в том, что ну как бы давать дорогу именно новым персонажам, новым людям в кинематограф, и в этом смысле Каннский фестиваль ведет очень правильную политику. Это, кстати, отметил Никита Михалков, в своем выступлении. Он был председателем жюри короткометражного конкурса, если не фандатион, и, вручая призы, он говорил о том, что молодежь – это, в общем, будущее, и мы должны именно внимательно следить за новыми именами, чем, собственно, Каннский фестиваль и занимается, не исключая из этого процесса и Россию. Продолжим продолжим еще российскую тему, связанную с зарубежным кино. Наш корреспондент в Москве Любовь Чижова задавала москвичам такой вопрос. Какие зарубежные фильмы вы больше всего любите смотреть? Вот из старого романтического реализма Антониони, Рим в 11 часов, вот эту всю итальянскую школу, потому что у них люди красивые, на них приятно смотреть, и нет там омерзительных убийств. Красивые женщины с красивыми формами. Американские, наверное, скажем, потому что спецэффекты лучше. С хорошим концом, потому что в жизни не столько всяких стрессов и неприятностей бывает, что хочется посмотреть, как это все-таки бывает иногда в жизни. У кого-то такие больше фильмы получаются, американцев? Боевики какие-то американские. Ну, потому что у них бюджет больше, чем у наших и вообще остальных. То есть там больше эффектов всяких. Матрица та же самая. Для меня самый основной хороший фильм, чтобы было. Ужасы какие-нибудь, триллеры. В основном американские, наверное, потому что другого нет ничего достойного. Ну, ничего не показывают. Все американские, японские. Боевики я как-то к ним больше склонен. Брат. Якутзи, допустим. Китана. Люблю французское, испанское, ну, некоторые штатовские фильмы. С Джонни Деппом. Испанские мне нравится смотреть, потому что они очень интересные. А французские, ну, там, Деппордея. Французские фильмы в смысле имеются. Актеры мне больше французские нравятся, чем американские. И по смыслу они как-то ближе к нам подходят. Все-таки там душа присутствует. Больше итальянские люблю почему-то. Они больше комедийные, французские комедийные больше. Во-первых, мне нравится очень Луи Де Финес. Смотря этот фильм, всегда отдыхаешь. Какие зарубежные фильмы вы больше всего любите смотреть? Недавно посмотрел «Последний самурай». Сам фильм хорошо сделан, но к реальности слабое отношение не имеет. Люблю американские фильмы. Любимые, сейчас думаю. Старые очень фильмы. «Брекфаст от Тиффани». Очень хорошие. Каттеры Адри Хепберн. Мне очень нравятся такие боевики среднего сорта. Когда приходит человек, там, появляется главный герой с шестизарядным револьвером и выстрелов так 50 делает. То есть я люблю вот смотреть такие вещи, там, где вот изначально несу разность и это очень сильно напоминает комедию и, в общем-то, довольно весело смотреть. Американцев, конечно. И американские бывают такие, как «Запож женщины», например, хотя это, не знаю, мелодрама или что это. Итальянские, конечно. Ну, Аль Пачино, конечно. Де Ниро. Обожаю совершенно. Американское кино, которое крутится у нас по телевизору, в общем-то, иногда можно с удовольствием посмотреть, потому что отдыхает мозг. Я комедии люблю, в том числе и американские. Как это не смешно. А так, вообще-то, английские, наверное, больше. Мне нравится из американских «Зеленая миля» и «Том Хэнкс» и, соответственно, «Прерванная жизнь». Некая доля философии, эмоциональные фильмы. Я люблю французские комедии или какие-то технологичные, интересные детективы. Американские, скорее всего. Развлечься американское иногда для хорошего настроения, потому что их оптимизм всегда заражает и жизнеутверждающие такое начало очень подкупает. А, конечно, если говорить о серьезном кинематографе, то, безусловно, французская, итальянская, ну, то есть, европейские картины. Немецкие 70-х годов. В них есть культура какая-то. Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, какие зарубежные фильмы вы больше всего любите смотреть. Любовь Чижова для «Радио Свобода» Москва. У нас есть звонок нашего слушателя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вы в эфире. Здравствуйте. Вас беспокоит Елена Николаевна. Москва. Я хочу несколькими словами коснуться выступления товарищей о том, что почему вот наших фильмов все-таки мало сейчас. Небольшой интерес вызывает наши фильмы в мире. Так вот, мне кажется, что как раз Запад сейчас подхватил те довольно высокие моральные ценности, которые были написаны на основе социалистического СССР, несмотря на все его недостатки. И мы сейчас со своим диким, каким-то замшелым совершенно капитализмом оказались миру неинтересны. Ну что мы можем сказать в данный момент? Вот советское кино говорило. Говорило о том образе жизни, который предоставлял все-таки собой альтернативу западному и со своими, опять-таки, плюсами и минусами. А сейчас мы неинтересны. Это мое мнение. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый день. Меня зовут Артур. Я вам, я хотел сказать, что почему мне не нравится европейское кино сейчас. Раньше мне оно нравилось, где-то до, наверное, середины 80-х производства. Вы знаете, при обладании вот издевательства на буржуазии, я, конечно, понимаю, что она смешная, все, но вот ехать на этом левацком течении далеко нельзя. Тут такие режиссеры наподобие Петра на Тавернии. Потому что вот американцы к кино, оно подходит прагматически. Оно ни над кем не смеется, активно. Она показывает жизнь, какая она есть. А европейцы пытаются высмеять, показать, какие все эти бедные, несчастные мигранты и прочие хорошие, а вот элита, она плохая. Вы знаете, поэтому они не, практически у них нет коммерческого успеха. Поэтому я считаю, что то, что делается во Франции по поводу практиционизма, надо делать, как в Америке. Фильм катируется, значит, надо давать деньги. Не катируется, значит, эти режиссеры не нужны. Поэтому я считаю, что самый лучший режиссер это Люк Бессон, какой бы он ни был. Вот из европейского кино. Итоги Каннского фестиваля. Давайте не забудем все-таки, что «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Фаренгейт 9.11» режиссера Майкла Мура. Наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов еще до того, как пришло известие о награждении этого фильма, собрал мнение в американской прессе об этом фильме. Давайте послушаем. Газета «Вашингтон пост» написала, фильм примечателен не политической враждебностью Мура или его щекотливым юмором, а убедительной силой аргументированности и искренности. Хотя многое мы знали еще до фильма, Мур сумел собрать все вместе. Это взгляд назад с ощущением, будто смотришь в будущее. Конец цитаты. Еженедельник «Голливудский репортер» считает, что Майкл Мур первым создал реалити-фильм как инструмент предвыборной борьбы. Факты и аргументы не отличаются от политических комментариев и недавних публикаций на ту же тему. Но воздействие кино сильнее воздействия печатного слова. Так что вопрос не в том, хорош ли фильм «Фаренгейт-9-11», это, несомненно, самая слабая работа Мура, а в том, поможет ли он свалить президента. Конец цитаты. В газете «Нью-Йорк-Пост» кинокритик Лу Люменник пишет, что президенту Бушу не стоит терять сон из-за фильма Майкла Мура. Режиссер приводит старые обвинения в адрес президента, которого он изображает и как фигляра, и как великого заговорщика. В двухчасовой ленте сам теракт 11 сентября занимает, может быть, пять минут. «Как критик, высоко оценивший фильм Мура «Боулинг для Коломбины», пишет Люменник, я на этот раз был разочарован». Это то, что пишет американская пресса о Майкле Муре и его последнем фильме «Фаренгейт-9-11». А вот что говорят о режиссере-эксперте. Слово профессору университета штата Оклахома Хью Мэнону. «Для меня самое интересное в Майкле Муре то, что он стал рупором леволиберального политического крыла, в отличие, скажем, от телекомпании «Фокс-Ньюз», рупора право-консервативных кругов. Мы говорим о пропаганде и контрпропаганде. Когда смотришь работу Мура, то чувствуешь, что это идеологически заданная односторонняя правда, маниакальная нетерпимость ко всему, что не вписывается в его собственное представление об истине. В то же время он сегодня, несомненно, ключевая фигура в политическом кинодокументализме. Его отличие от других мастеров в том, что он создал документальную политическую комедию. Он любую исследуемую им ситуацию доводит до полного абсурда. Несмотря на очень серьезный пропагандистский посыл, тон его работ часто несерьезный, насмешливый. Мне, как зрителю, его фильмы смотреть интересно и в то же время неловко. Уж очень он на меня давит, уж очень навязывает свое мнение. И приходится либо полностью с ним соглашаться, либо категорически не соглашаться. То есть его фильм вынуждает нас занимать ту или иную позицию. Это был Хью Мэннон, профессор университета штата Оклахома. А вот мнение главного редактора журнала «Фильм и история» Питера Роллинса. Майкл Мур чрезвычайно популярный создатель кино в Соединенных Штатах, особенно среди молодежи, которую привлекает его иконоборчество, его высмеивание американского истеблишмента в бизнесе, в системе образования, в политике. Документальное кино как оружие пропаганды имеет давнюю историю. Вспомним хотя бы ранние советские эксперименты в документальном кино 20-х годов, включая работы Дигги Вертова и Эйзенштейна. Вообще, в кино документальное вовсе не означает правдивое. Режиссер может взять из контекста съемки один эпизод или один кусок интервью и перенести его в другое место фильма, чтобы придать тот смысл, который нужен самому режиссеру. Этой техникой в совершенстве владеет Майкл Мур. Цель этих работ — развенчание американских политических и социальных институтов, многие из которых действительно заслуживают критики. Но критика должна быть справедливой, основанной на расследовании, на фактах. А Майкл Мур умело манипулирует документальными кадрами и высказываниями, монтируя куски так, что фальсификация правды становится гораздо убедительнее действительной правды. Он устраивает засаду для тех, кого интервьюирует. И люди, которые обычно вполне разумны и знают, что говорят, выглядят у Мура «Лгунами или дураками». Вот в чем кинематографический талант Мура. И вот почему он так популярен у молодежной аудитории. Это было мнение Питера Роллинса, главного редактора журнала «Фильм и история». Такова реакция американских экспертов и американской печати на работы политического кинодокументалиста Майкла Мура. Рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов. Каннский фестиваль закончен. Следующего нужно ждать целый год. Что случится с кино в ближайшие 12 месяцев? Давайте немножко погадаем. Ваш прогноз, Андрей Плохов. Я надеюсь, что ничего катастрофического с кино за этот период не случится. Оно не умрет. Кинематограф киноискусства хоронили уже много раз, но оно выжило. Перешло границы собственного столетия, вошло в новый век и развивается, на мой взгляд, довольно успешно, хотя и не без проблем. Естественно, появится много новых голливудских блокбастеров, снимут свои новые фильмы выдающиеся режиссеры, такие как Ларс фон Триер, который работает над фильмом Андерлай, как наш Александр Сокуров, который делает фильм Хирохита, большая постановка, серьезная. Кстати, это оба режиссера очень почитаемы на Каннском фестивале и вполне возможно, что окажутся в его следующей программе. Вон Карвай, наверное, завершит свою картину, которую показал здесь в незавершенном варианте. Трудно сказать, кто возглавит жюри следующего фестиваля, но в любом случае ясно, что кинематографический процесс как-то будет развиваться, но с коррективами, безусловно, именно теми коррективами, которые были обозначены нынешним Каннским фестивалем, то есть вот этот более высокий уровень политизации, какой-то градус политизации повышенной и более широкое представительство различных территорий и культур, обновление кинематографической моды, все это будет безусловно происходить и куда приведет мы узнаем через 12 месяцев ровно год спустя. На этом мы заканчиваем программу, посвященную 57-му Каннскому кинофестивалю. Участие принимали Семен Мирский, Ян Рунов, Лев Карахан и Андрей Плахов. Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова